Всех приветствую на канале Заметки Ардуинщика. Сегодня поговорим о такой полезной штуке, как EEPROM память, которая позволит не потерять настройки или другие важные данные после отключения питания. Помимо уже известных нам флеш и оперативной памяти, используемых для хранения прошивки и значений переменных, у микроконтроллеров AWR также имеется и третья область, именуемая EEPROM. EEPROM позволяет сохранить настройки, калибровочные константы, логи об ошибках и прочие полезные данные во время выполнения программы, без перепрошивки. Память эта является энергонезависимой, то есть данные не теряются после отключения питания. У нашей любимой от Mega 328 имеется 1 килобайт такой EEPROM, реализованный аппаратно. У других платформ такой памяти может и не быть, в таком случае используется часть флеша, того где хранится прошивка. Это относится к ESP, STM, LGT и так далее. Технические подробности в этом видео будут касаться именно AWR, но вот примеры кода заведутся везде, где есть стандартная библиотека EEPROM. Для начала несколько важных особенностей, которые стоит помнить и учитывать при работе с EEPROM. Не так уж и важно, используемые EEPROM или часть флеша, перезапись свежих данных постепенно эту память убивает. Для AWR заявленный гарантийный ресурс менее 100 тысяч перезаписей. Но независимые тесты дают больше, вплоть до нескольких миллионов. Естественно, без гарантий. Важно уточнить еще и то, что при указанных 100 тысячах производитель гарантирует сохранность данных в течение целого века. Сколько проживут ваши байты после миллиона, никто не скажет. Может десятилетия, а может и пару месяцев. Если вы думаете, что 100 тысяч или даже миллион это очень много, давайте представим, что будем перезаписывать ячейку, например, каждую секунду. Не сказать, что это слишком часто, для машины и вовсе целая вечность. В таком режиме ячейка исчерпает заявленный ресурс чуть больше, чем за сутки. Как быстро наберется несколько миллионов, можете сами посчитать. Конечно, и ячейка у нас сильно больше, чем одна, но основная мысль, думаю, понятна. А вот на чтение ресурс не ограничен, то есть читаем сколько угодно. Короче говоря, использовать EEPROM как оперативную память не получится, не только за столь низкого ресурса, но и еще по одной причине. Скорость. Чтение из EEPROM происходит моментально, а вот запись? Запись одного байта занимает вплоть до 3,5 миллисекунд. И это время никак не зависит от тактовой частоты микроконтроллера, ну потому что обусловлено физическим процессом. Более того, тут есть один забавный момент. Если попытаться записать один байт, никакого ожидания не будет, код будет выполняться и дальше. Но вот если попытаться записать два и более байт, массив или структуру, функции становятся блокирующими и останавливают программу как самый настоящий дилей, причем неявный. Опять же, если вы думаете, что 3,5 миллисекунды это немного, давайте проведем убийственный тест на возведение числа с плавающей точкой в степень также с плавающей точкой. Эта чудовищная операция выполняется в 10 раз быстрее, чем запись одного единственного байта, не говоря уже о целых массивах. Эти особенности, касаемые износа и скорости, мы попытаемся обойти в одном из следующих видео, ну а сейчас просто знайте о них и учитывайте при написании программы. Последнее, чем стоит знать, запись в EEPROM в целом довольно ответственный процесс, в котором многое может пойти не так, а по итогу при чтении мы получим совсем не то, что ожидали. Например, просадка по питанию или просто работа при низких значениях напряжения вполне вероятно испортит данные при записи. Полный список особенностей работы с EEPROM ищите в текстовом варианте этого урока по ссылке в описании. Немного об адресации. Доступ к EEPROM у нас побайтовый, а значит можно считывать и модифицировать каждый конкретный байт. Адрес может принимать значение от 0 до объема памяти минус 1. Напомню, что для Atmega328 и плат на ее основе это диапазон от 0 до 1023, так как EEPROM у нее 1 килобайт. Надеюсь, вы уже знаете, что разные типы данных занимают в памяти разное количество байт. Тут все аналогично и нужно об этом помнить. При работе с байт, бул или чар адрес будем увеличивать на единицу. Соответственно, для int на 2, а для long и float на 4 байта. Размер массивов и структур, как обычно, узнаем при помощи сайзов. Если этого не учитывать, можно запросто перезаписать часть другого значения или просто прочитать не то, что ожидали. Кстати, выдачу адресов можно частично переложить на плечи компилятора при помощи спецификатора iiMem. Не очень удобно, но может и пригодиться. Пример ищите в текстовом уроке. Теперь давайте пробежимся по методам библиотеки EEPROM, идущие в комплекте к большинству платформ. Вспомогательный метод LEND возвращает объем EEPROM памяти на данном камушке. Будет полезен при написании переносимого кода. Метод READ, очевидно, позволяет прочитать 1 байт по указанному адресу. А вот с записью байта есть один интересный момент. Для этого существуют методы WRITE и UPDATE. По большому счету, выполняют они одно и то же, но вот UPDATE позволяет избежать ненужной перезаписи, если содержимое ячейки совпадает с тем, что мы хотим туда записать. Соответственно, UPDATE почти всегда предпочтительнее, нежели WRITE. Самые удобные и полезные методы это PUT и GET, потому что позволяют записать и прочитать буквально любой тип данных, включая массив или структуру. Их использование дико удобно при сохранении настроек или калибровочных констант. Кстати, пишет PUT через UPDATE, поэтому о лишних перезаписях можете не беспокоиться. Ну и последнее, библиотека позволяет работать со всем объемом EEPROM как с массивом BYTE, то есть читать, писать, производить различные операции, как и в случае с обычным массивом. Удовольствие сомнительное, плюс стоит помнить об особенностях, озвученных ранее. Предлагаю опробовать доступный функционал сразу на наглядных примерах. Начнем с чего-нибудь попроще, пусть это будет светодиод и пара кнопок. Кнопками будем управлять яркостью светодиода, используя SHIM, а удержание кнопок будет сохранять яркость в EEPROM. Скетч очень простой, буквально собирается из примеров к библиотекам Giver Button и EEPROM. Текущую яркость будем хранить в виде переменной типа BYTE, а при нажатии на кнопки будем менять это значение в большую или меньшую сторону и выводить на светодиод в виде SHIM сигнала. При помощи условия удержание двух кнопок вызывает апдейт, который и сохраняет текущую яркость. Ну а чтобы это имело хоть какой-то смысл, в сетап будем читать яркость из ячейки при помощи READ. Адрес для хранения яркости поместим в заголовки скетча, используя DEFINE. И все, после подачи питания яркость светодиода будет такой, какой мы ее сохранили. Немного задачу усложним, запилим простое меню на OLED, которое будет выводить несколько значений с разными типами данных. Будем управлять ими при помощи энкодера. Урок по таким меню уже был на канале, загляните, если не видели. Выводить будем BOOL, CHAR, BYTE, INT, LONG и FLOT. Такая куча переменных имитирует различные настройки, которые можно вводить при помощи графического интерфейса. Сохранять их будем по длительному удержанию энкодера. И тут задача становится немного интересней. Сохранение BYTE мы делать научились, но как же поступить и с другими типами данных? Можно создать специальные функции для каждого типа, разбивать на BYTE, приводить типы и так далее. А можно просто воспользоваться всеядными PUT и GET. Но и такая индивидуальная запись для каждой переменной не всегда удобна. Как минимум это потребует от вас лишнего менеджмента адресов. Если часть переменных несут некий общий смысл, например то настройки, логи и так далее, логичнее обернуть их в структуру. Ссылку на урок по типам данных я на всякий случай оставлю в описании. Использование структуры позволяет в одну строку записать пачку нужных данных и таким же образом их прочитать, используя все те же PUT и GET. В нашем примере имеется несколько разнотипных переменных, имитирующих настройки. Обернем их в структуру и так как нам не нужно много экземпляров, присвоим ярлык SETTINGS. Теперь обращение к переменным немного изменится. SETTINGS, точка, имя переменной. Но зато работа с EPROM многократно упростится. PUT SETTINGS, чтобы сохранить и GET SETTINGS, чтобы прочитать. Надеюсь все было понятно. Единственное, в этих примерах мы не учли одну очень важную особенность EPROM. Чистые ячейки хранят не нули, а наоборот. Соответственно, если прочитать из чистой EPROM несколько переменных, как мы сделали в примерах, все они примут свое максимальное значение и могут просто привести к неадекватному поведению устройства. Так что в обязательном порядке необходимо добавить проверку на первое включение, когда настройки еще не записаны. Для этого перед тем, как читать настройки в SETTINGS, будем при помощи READ сравнивать содержимое нулевой ячейки с каким-то байт-ключом. Пусть это будет символ W. Если содержимое совпало, читаем, что нам нужно и идем дальше. В противном случае, напротив, пишем стандартные значения, куда нам нужно, не забывая записать еще и байт-ключ. Теперь при первом включении настройки будут хранить свои стандартные значения и ничего страшного не произойдет. Эту проверку можно без проблем добавить и в первый пример, хотя там это не так критично. Также можно значительно снизить износ ячеек, ограничив частоту перезаписей. Конечно, кнопками или даже энкодером вы вряд ли сможете быстро ушатать и пром, но на этих примерах будет проще понять алгоритм. Вариантов запилить такой тайм-аут довольно много, я покажу вам тот, который использую сам. Основан он на флаге и переменной типа беззнаковый лонг. Суть заключается в том, что в ситуациях, когда нужно сохранить какие-то значения, мы будем устанавливать этот флаг и запоминать время этого запроса из милис. В главный цикл добавляется условие, если флаг установлен и со времени запроса прошло больше указанного времени, данные сохраняем, а флаг сбрасываем. Таким образом, при постоянном изменении значения ничего записываться не будет, но когда все более-менее успокоится, спокойно сохраняем, что хотели. Такой тайм-аут может здорово поднять время жизни и пром, сделав ваше устройство надежнее и долговечнее. Последнее, ну потому что не больно-то и полезное. При большом желании и пром все-таки можно использовать вместо переменных. Я честно не могу себе представить ситуацию, когда это действительно оправдано, но такая возможность есть. Можно просто использовать рид и апдейт, или же работать с готовым массивом и пром поэлементно, как и с обычным массивом. Помните о нюансах, если решите таким заниматься. А на этом все. Ссылка на текстовую версию этого урока будет в описании. Там же можно найти много других полезных уроков по Ардуино и программированию. С вами был канал Заметки Ардуинщика. До свидания.